В Запорожье новые случаи ботулизма. Там в реанимацию попали сразу три женщины. Источник заболевания все тот же. Рыба. В стране спасительной сыворотки нет и сегодня это снова подтвердили в Минздраве. А пока родственники больных сбились с ног в поисках препаратов, врачи дают один совет. Не ешьте вяленую рыбу. Подробнее Сергей Борзюжа. За прошедшие выходные в областную инфекционную больницу в Запорожье доставили сразу трех человек. Диагноз у всех ботулизм. И все в крайне тяжелом состоянии. Все больные ботулизмом требуют лечения в реанимационном отделении, поскольку никто не знает, когда наступит поражение дыхательного центра и будет существовать угроза жизни человека, остановка дыхания. Со слов родных, все пострадавшие ели вяленую рыбу. Через какое-то время им стало плохо. Они начали задыхаться. Теперь родственники ломают голову. Где найти сыворотку от ботулизма? Сыворотки нету, мы сами доставали. Вот сейчас ждем еще после пуски. Спасение пострадавших от ботулизма теперь дело рук исключительно близких и родных. Этого даже не скрывают в облздраве. Вот уже три года они бьют тревогу. Но централизованных поставок как не было, так и нет. Разными способами завозят какие-то контрабандные эти сыворотки все. То есть мы не получили ни одного флакона сыворотки, а они должны сыворотки вакцины поставляются централизованными поставками из Министерства здравоохранения. На сайте Мездрава лишь констатация факта. Сегодня в Украине нет препарата для лечения ботулизма. До 2014 года его поставляли из России. Действие сертификата закончилось. С тех пор сыворотку так и не перерегистрировали. И когда она появится снова, неизвестно. Тем временем с начала месяца в Украине от ботулизма умерли два человека. Летальных исходов опасаются и в Запорожье. Ботулизм это яд, это не живой микроб. Это уже продукт жизнедеятельности этого микроба в анародных условиях. Рекомендация у врачей пока только одна. Не покупать валеную рыбу. И если в Киеве ее продажу уже официально запретили, то в Запорожье в магазинах такую продукцию все еще расхваливают. У нас даже рыбу покупает наш дорогой уважаемый мэр. Вчера пришел, взял скумбрию копченую. Ему очень нравится. Ему скумбрию провесную и мою провесную. Так что приходите, у нас очень вкусная рыба. Очень. Не пожалейте. Тем временем Минздрав уже обратился к международным организациям с просьбой предоставить Украине лекарства для лечения ботулизма в качестве гуманитарной помощи. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности. Телеканал Интер. Запорожье.